Я немецкий американец. Моя жена бразильянка. У нас есть две дочери. Они немко-бразильяно-американа-голландки. И у меня нет хобби. Моё хобби — это музыка, да. Если я не играю на гармошке, я могу сидеть дома и играть на гитаре или ещё на чём-нибудь. Да мне и не нужно хобби. Я и так счастлив. Музыки достаточно. Вы знаете, я счастливый человек. Я занимаюсь тем, что мне интересно. А что вы думаете о будущем джазовой музыки в мире и, в частности, в России? О, вы знаете, в России джаз становится чрезвычайно популярен. Да он и так на высоком уровне сейчас в России. В Москве, например, много джазовых музыкантов по-настоящему высокого класса. Я думаю, джаз в России будет только развиваться, причём хорошими темпами. Людям интересно, понимаете? Они хотят слушать джаз, им нравится эта музыка. Да и в мире то же самое. Джаз всегда будет повсюду. Это почти как классическая музыка. А вы могли бы рассказать о каких-то забавных случаях в вашей карьере? О, вы знаете, я также играю на вибрафоне. Ну, такой большой, на ксилофон похож. Ну и, в общем, как-то я играл в ресторане, вот как здесь. И вдруг официантка поставила свой поднос с пивом прямо на мой вибрафон, в то время как я на нём играл. Вот это было забавно. Каким был конец этой истории? Ну, я ей просто сказал, уберите это, ну и продолжал играть. Да, не велика беда. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 Сергей Баулин. Сергей Баулин. Сергей Васильев. Алексей Подымков. И Энли Кмеркенс. Энли Кмеркенс. Есть ли перспектива развития? Развитие в том плане, что привлечение большего количества людей, любителей джаза в малых городах нашей страны? Публика здесь есть. В каждом маленьком городе важна возможность каких-то заинтересованных энтузиастов собрать эту публику. Все может зависеть от одного единственного человека. Если есть этот человек в этом городе, то, значит, в нем будет джаз. Если этого человека нет, оно само не возникнет. Ну как, вы представьте, ну вот это зерно его нужно посадить, потом нужно его поливать, ухаживать. Это то же самое. Понимаете, даже не сорняк. Это культура. Это культура. А культура, она требует определенного внимания. То есть нужно ее шаг за шагом культивировать. Культура Кринского